Приветствую вас, садоводы! Сегодня с вами рассмотрим заболевания и вредителей плодовых деревьев. Основными болезнями плодовых деревьев являются рак яблони, морозобоины, камеди течения. Наиболее распространенные вредители деревьев это древоточец, бабочка-стеклянница, листоверка, жук-бронзовик. В народе поражение яблонь черным раком называют антонов огонь. Часто подвергаются грибковому заболеванию деревья, достигшие 20-летнего возраста и старше. Как правило, черный рак яблони поражает ветви и штамп дерева. По внешним признакам болезнь дерева можно определить по образованию вдавленных буровато-фиолетовых пятен. Характерные трещины или складки, которые появляются на границе здоровой и пораженной части плодового дерева, образовывают черные бугорки, пикниды. В ходе развития черного рака на плодовых деревьев кора растрескивается. В итоге дерево оголяется до почерневшей древесины. Инфекция проникает в основном в ветви и штамп плодовых деревьев через повреждение морозом. При лечении рака плодовых деревьев нужно срезать поврежденный участок древесины, захватывая 2-2,5 см здоровой ткани. Вырезанную кору сожгите. После данной операции смажьте участок 2-3% раствором медного купороса. Через 3 дня данный участок необходимо замазать садовым варом, либо краской. Морозобоины Морозобоины плодовых деревьев зачастую образуются с южной стороны дерева в январе-феврале месяце из-за перепада температуры. По одной из версий, днем на солнце камбий нагревается. В результате происходит деление клеток. Резкое ночное понижение температуры приводит к гибели данных клеток. Камбий растрескивается. Небольшие повреждения на молодых деревьев при правильной агротехнике зарубцовываются. Большие повреждения плодовых деревьев срезаем, захватывая 1-2 см здорового камбия – дерева. Можно обработать данный участок 3% перекисью водорода или медным купоросом. После подсыхания раны замазываем ее краской. Незалеченные морозобоины являются накопителем болезней и вредителей. Чтобы избежать повреждения плодовых дерева, поздней осенью проводим побелку ствола гашенной известью. Это поможет избежать повреждения дерева морозом. Камеди течения или гомоз в основном проявляются на косточковых плодовых деревьев – абрикосы, сливы, черешни, персики. На стволе и ветках выступает янтарная липкая жидкость. Причины камеди течения разнообразны – от механических повреждений ствола до морозобоин. При выделении смолы проводим зачистку раны. Постелите вокруг ствола ветошь – это облегчит сбор поврежденной древесины для утилизации. Необходимо вырезать поврежденный участок до здоровой древесины с обработкой медным купоросом или 3% перекисью водорода. Раны замазываем садовым варом или краской. Запущенная болезнь может привести к гибели дерева. Ранней весной до распускания почек проводим обработку деревьев медсодержащими препаратами. Данные обработки снижают развитие инфекции, способствующую развитию гомоза. На молодых плодоносящих деревьев рекомендуется оставлять жировые побеги. Они способствуют притоку питательных веществ, что ведет к зарубцеванию ран. Чтобы избежать солнечных ожогов и морозобоин, необходимо штамп дерева и начало скелетных ветвей в октябре-ноябре месяце побелить гашеной известью. Вредители плодовых деревьев Небольшое отверстие в коре дерева с высыпающимися из нее продуктами жизнедеятельности с опилками сигнализирует нам о наличии вредителя под названием древоточец или короед. Данный вредитель прогрызает ходы, где откладывает личинки. Личинки похожи на белых червей с темной головой. Древоточец может повреждать не только пространство между корой и стволом, а и сам ствол, прогрызая в нем отверстие. При выявлении вредителя можно сделать инъекцию из нашатырного спирта. Иголку шприца вводим до упора и медленно вводим 1-2 кубика аммиака. Бабочка-стеклянница откладывает личинки на плодовые деревья. Гусеница повреждает молодые побеги, прогрызая отверстие сверху вниз. В течение 2-3 лет гусеница повреждает дерево, после чего окукливается. Можно с помощью проволоки через отверстие повредить вредителя или сделать инъекцию из нашатырного спирта. При удачном размещении вредителя при формировании кроны деревьев срезаем поврежденный участок. Бронзовка мохнатая. Если вы обнаружите жука длиной 8-13 мм темного цвета, с белыми пятнами на надкрыльниках и светлыми волосками, то это вредитель под названием аленка мохнатая. Вредитель питается пестиками и тычинками цветов, тем самым нанося вред будущему урожаю. Его просто не будет, если вовремя не предпринять меры по уничтожению вредителя. Можно применить встряхивание жука с плодовых деревьев на подстилку. Перед данной процедурой необходимо обработать дерево водой. Это делается для того, чтобы жук не смог взлететь. Сбор аленки мохнатой вручную на небольших площадях является эффективным средством в борьбе с вредителем. При массовом нашествии жука-цветоеда нам на помощь приходит инсектицид калипса. Данный немецкий препарат при соблюдении дозировки позволяет опрыскивать деревья в период цветения, не нанося вреда пчелам. Доказано, что мохнатую аленку привлекает синий цвет. Достаточно поставить емкость с водой под цветущими деревьями. Листоверка Листоверка относится к семейству бабочек. Насчитывается более 10 тысяч разновидностей. Гусеница питается листьями и плодами деревьев. Отличительной чертой листоверки от бабочки является расположение крыльев в состоянии покоя. Вредитель располагает крылья в горизонтальной плоскости, а бабочки – вертикальной. Гусеницы объедают края листьев, скручивая их паутиной в трубочку. Деформированная пластинка листа служит укрытием, а в дальнейшем и местом окукливания гусеницы. Одним из эффективных методов борьбы с листоверкой служит обработка деревьев и кустарников инсектицидами до распускания почек. При температуре воздуха они ниже плюс 10 градусов по набухшим почкам. На первом этапе обработки хорошо опрыскиваем ветки и ствол дерева, поскольку зимуют вредители в трещинах коры. Вовремя непроведенная профилактическая обработка приводит к повреждению гусеницей плодов. Поврежденные фрукты падают под деревья. Необходимо убирать все опавшие плоды с последующей утилизацией. Гусеница находится внутри плода, продолжая проходить этап развития от гусеницы до мотылька. В поврежденных фруктах накапливаются продукты жизнедеятельности гусеницы, вызывая процесс гниения, тем самым провоцируя развитие плодовой гнили. Этап развития личинки майского жука проходит в течение 3-4 лет. В процессе эволюции из личинки вырастает взрослая особь, именуемая майским жуком. За этот промежуток времени личинка наносит большой вред нашим любимым насаждениям. Вредители способны уничтожить не только кустарники, но и 15-20-летние деревья. Они съедают корни насаждений. Особенно их привлекают мочковатые отростки. Личинки майского жука очень любят корни черешни и сливы. Поэтому при посадке плодовых деревьев нужно обработать корни саженцев актеликом, добавляя препараты в глиняную болтушку. При засыхании саженцев деревьев нужно пролить приствольные круги актарой раствором нашатырного спирта. Можно аккуратно раскопать корни и удалить личинки майского жука. Если вовремя не предпринять меры, дерево может просто засохнуть. Наблюдайте за своими насаждениями. И вовремя предпринимайте меры. В отличие от жуков-долгоносиков, жуков-бронзовиков, которые могут нас оставить без урожая на сезон, личинки майского жука могут привести к засыханию и гибели наших кустарников и деревьев. Перечислять тот или иной препарат нет смысла, поскольку в каждом регионе свой маркетинг. В любом случае консультируйтесь с продавцами, изучайте инструкцию, дату изготовления и конечный срок реализации, температуру хранения препарата. В перечисляемых вредителях должен находиться один или группа вредителей, с какими вы вынуждены бороться. Продолжение следует...